Предотвратить проще, чем ликвидировать последствия. Этому принципу посвящена работа комиссии по профилактике преступлений на территории Щелковского района. На очередном заседании члены комиссии обсудили криминогенную ситуацию, сложившуюся в районе в 2015 году. На 9% снизилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 10% сократилось число зарегистрированных грабежей. А вот кражи выросли на 6,4%. Причем квартирных стало меньше, а случаи угона автомобилей участились. На следующее время в 2016 году машины гоняют почти каждый день. Изменить статистику в лучшую сторону должна муниципальная программа «Безопасный город», в рамках которой в этом году планируют провести установку видеокамер. Также активнее председатель комиссии предложил привлекать народную дружину, численность которой по району сейчас более 100 человек. Пока работа дружин не налажена в поселениях Монина, Трубинская, Анискинская и Огуневская. До 15 апреля вы должны уже полностью урегулировать данный вопрос. Об организации массовых мероприятий на заседании комиссии отчитались представители профильных ведомств по культуре и спорту. В таких случаях заранее проводится инструктаж по технике безопасности, проверяются все системы от видеонаблюдения до пожарной охраны. Хочу обратить внимание на наличие дежурных служб при необходимости пожарного наряда и скорой помощи. Особенно важно учитывать скорую помощь, потому что буквально сегодня у нас на 45 минут были сдвинуты игры на стадионе в связи с тем, что не приехала скорая помощь. При каких-то проведении массовых мероприятий спортивных, связанных с детьми, наличие бригады обязательно. Также важной темой стало состояние подростковой преступности на территории района. В этом направлении цифры невелики. За 2015 год зарегистрировано всего 30 нарушений, в основном административных. Так, например, по весне отмечается рост случаев хулиганства на железных дорогах. Вчера проведен рейд с комиссией по данным свершеннолетних города Флязина. Позавчера с Щелково. Обсудили на заседании и профилактику алкогольной и наркотической зависимости среди населения. Более 4,5 тысяч человек сейчас состоят на учете в Щелковском наркодиспансере. В 2015 году учреждением было организовано 8 акций по добровольному тестированию, в которых приняли участие порядка 1300 человек. Также проведено 12 лекций по темам вреда алкоголя, наркотиков и курения.